This conference will now be recorded. Сфера моих интересов – это языки программирования R, которые имеют отношение к статистике, статистический анализ. И сейчас вот я занимаюсь новой версией языка Scala 3, готовлю серию курсов. Два в ближайшее время, в принципе, они разработаны уже мною, и в ближайшее время два курса по Scala 3 на нашем сайте «Специалист» вы сможете найти. Это мой небольшой вклад личный в... Сколько тут написано? Тысяча курсов. Ну что же, я приложил к этому руки, ни одну и ни две курсов было, в принципе, мною разработано вполне прилично. Что еще интересного, что еще интересного, вы можете про наш центр «Специалист» узнать. Я думаю, будет время, вы найдете, зайдете к нам на сайт «Специалист.ру», посмотрите разные документы, разные курсы, которые мы читаем. Но давайте мы эту рекламную часть сведем к минимуму. Есть у меня такое подозрение, что если меня начнет, если будут вопросы, и меня начнет в этих алгоритмах немножечко заносить, потому что задача, которую мы в качестве примера выбрали, она не такая маленькая. Это алгоритм пирамидальной сортировки. Поэтому давайте непосредственно приступим. Итак, что мы хотим? Чего мы хотим добиться? Цель. А цель, в принципе, в общем-то понятная. Мы хотели бы получить достаточно качественный код. Поэтому давайте подумаем, а что может помочь в написании качественного кода? Вот предложен ряд пунктов. Сами можете тоже обдумать и посмотреть, насколько это сильно скажется на качестве. Допустим, выбор языка программирования. Естественно, они разные. Какие-то языки, как, например, Java, создавалось изначально как более простой и надежный язык. Там меньше возможностей, допустим, из-за отсутствия указателей, понаделать ошибок. Но на любом языке можно написать как и хороший, так и абсолютно бездарный и неэффективный алгоритм. Что нам поможет поднять качество? Мы скажем, ну как же, тестирование. С другой стороны, тестирование не может исправить. Тестирование мы берем здесь не то, чем занимается тестер, а те юнит-тесты, которые разрабатывает и пишет программист. Это позволит исключить логические ошибки. Выполнять, допустим, какой-нибудь после рефакторинга контроль, что мы не внесли изменением кода других ошибок. И в целом, если был выбран и придуман не очень удачный алгоритм тестирования, здесь, вы же понимаете, совсем ни при чем. Рефакторинг. Да, рефакторинг – интересное направление. Рефакторинг позволит изменить код, но не изменяя его функционал. Поэтому рефакторинг тоже не совсем тот инструмент, который нам здесь в плане анализа, что поможет создать качественный код, пригодится. А что нам поможет? А нам поможет именно качественная разработка алгоритмов. Это как фундамент. Вот представьте, неудачный фундамент. И что? Какая бы ни была краска, штукатурка, какой бы ни был дизайн и какие бы мастера ни участвовали в здании, оно не будет надежным. И долго оно не простоит. Поэтому давайте будем именно над этим думать и этим заниматься. Попробуем посмотреть разработку алгоритма в последовательную аккуратно. Начинающие специалисты, с чем они сталкиваются? Я, например, могу судить по себе. По образованию я не программист, закончил бауманский расчетчик на прочность кафедры РК-5. Прикладная механика. Да, мы постоянно пишем код, потому что все расчеты выполняются на компьютер. И что получается? А где нам какие-то, кроме численных методов, что нам могут рассказать, как создавать свое? Если ты берешь хороший численный метод, а если нету готового, и начинаются проблемы. Поэтому это раз, недостаток. Какой-то пробел в образовании. С другой стороны, опять же, в силу каких-то других предметных областей, которые мы с вами и знаем, овладели и применяем, мы, может быть, не владеем некими методиками именно для, нужными для того, чтобы создавать алгоритмы. И очень, мне кажется, большая проблема у начинающих разработчиков, это, конечно же, желание побыстрее перейти к написанию кода. Вот это настолько, и еще есть, знаете, язык иностранный, который изучаешь, некая такая стена, которую нужно преодолеть. Вот ты попал в какую-то мертвую зону, и вот никак не можешь понять, что от тебя хотят, как создавать алгоритм, с чего начинать, как думать, как рассуждать. И вот с этой некой мертвой точки надо помочь сдвинуться, стронуться. Пришлось даже создавать курс. Думайте, вот этот курс, который там внизу написан, он просто так, что ли, появился? Нет. Наши преподаватели разработали его. Именно вот для части слушателей у нас много начинающих приходит заниматься, которые совсем не получаются. Они идут и не могут сделать алгоритм. Сейчас даже готовится продолжение этого курса. Дело в том, что первый, вот этот именно курс, основа алгоритмических задач, он был задуман прям совсем для начинающих, прям вот азбука. А сейчас делается второй, куда уже будут помещены элементы математики, анализ эффективности алгоритмов. Ну, скажем так, я не могу много рассказать, что будет сделано, потому что не я именно в этом направлении автор. Мы здесь используем наших преподавателей, которые закончили МГУ, математика, и они именно здесь могут сделать правильные элементы, которые и понятно, и полезно, и будут важны при анализе и создании алгоритмов. Наша задача – все-таки пройтись, пример у нас есть, мы выбрали пирамидальная сортировка, пробежаться и посмотреть, что и как мы будем делать. Понятно, что мы должны какую-то сделать постановку задачи, сформулировать четко и ясно цель, которая должна быть достигнута, и очень важно понимать, с какими данными мы работаем. В любом случае, данные, много что от них зависит, и они много что определяют. Поэтому это тоже надо знать и понимать. Следующий момент – допущение. Ведь могут быть какие-то в предметной области, в конкретной ситуации ограничения, другие разные факторы, которые мы должны учесть при постановке задачи. Например, приводится, допустим, такая короткая, простая фраза, и нам говорят, надо отсортировать массив. И подойдет ли это как постановка задач? Вот можно там в чате плюсики-минусики покидать, потому что, вот видите, здесь я спрашиваю, а нормально это с точки зрения постановки задач? Надо отсортировать массив. И вот он, минусик появляется. Согласен? Абсолютно согласен. Во-первых, почему массив, простите? И вообще мы выбираем, какие мы будем использовать варианты хранения данных. Правильно совершенно. Почему такая конкретика? Откуда она берется? Захочу или в соответствии с задачей выберу другой вариант? Хорошо, что еще язык программирования мне здесь не предлагают. Второй момент. Почему? Вот сама идея, то, что отсортировать – это как бы, да, понятная позиция. И можем уточнить, как вам отсортировать, если это будут, может быть, в каком-то естественном варианте, от меньшего к большему, по алфавиту. Может быть, разные варианты можно будет задать, чтобы наш алгоритм поддерживал разные варианты сортировки. Это ради бога. Но еще чего не хватает. Какие данные, простите? Мы что, должны сделать универсальный алгоритм, который сортирует все? Однозначно теряем в эффективности. А надо ли так усложнять задачу? Поэтому неплохо было бы здесь вот этот момент, как раз второй пункт, что-то оно, что у нас за входное, какая входная информация. Естественно, мы дальше будем разбирать сортировку, ну, числа возьмем, писать проще, и, в общем-то, это как пример вполне нам подойдет. Но когда мы в постановке задачи четко для себя ограничим, что нужно по возрастанию сортировать, допустим, целые числа или просто числа с плавающей точкой, то это уже будет более конкретно. Еще бы неплохо владеть информацией об объемах, понимаете? Потому что это те самые допущения. Может быть, настолько велики объемы, что алгоритм придется разрабатывать с учетом особенностей, да, размеров задачи. Допустим, у нас есть оперативная память, она лимитирована, и у меня вот этот объем данных, который может быть там, допустим, плюс-минус 10%, просто не умещается. Вообще придется разрабатывать все другое. Поэтому тоже неплохо было бы каким-то образом получить какие-то гарантии, да, что вот на этом объеме дальше он не растет. Справились. В нашем случае сортировка чисел. Ну, там миллионы, не миллиарды. На один компьютер, в его оперативную память, сегодня это все достаточно свободно умещается. Следующий шаг. Вот следующий шаг. Мы уже начинаем рассуждать. Потому что хорошо, когда задача имеет какие-то варианты. Нет, понятно, что сортировка имеет. Но мы как бы здесь обсуждаем, допустим, случай, когда нам надо сделать некий алгоритм, и ну совсем вот никаких вот готовых вариантов решения где-то у нас в конторе, коллеги не делали. И это что-то вот новое, необычное. И нужно думать и разбираться. Поэтому мы берем бумагу. А как еще разбираться? Берем бумагу и говорим. Ладно, все понятно. Вот у нас массив. В массиве лежат числа. И мы должны их неким образом эти числа упорядочить. Ну, сейчас мне уже надоест в какой-то момент писать и так далее. Какая может быть идея, которая первая, да, решение в лоб обычно мы находим моментально, как это упорядочить? Ну, в общем, мы можем сравнивать числа между собой по очереди, сравнивать, сравнивать, сравнивать и перемещать их в нужном направлении, от меньшего к большему, чтобы это получить. Прекрасно, прекрасно. Что мы получим? Мы получим какой-нибудь вариант, который действительно, во-первых, будет рабочий, это понятно, но он будет крайне неэффективным, потому что количество таких сравнений, это будет порядка n квадрат, где n число элементов в массиве. Ну, что-то типа там пузырьковой сортировки. И вот, пожалуйста, будет у нас действительно неэффективно. Поэтому мы, глядя на вот эту картинку и понимая, что число сравнений для больших, а у нас все-таки миллион элементов, да, зашкаливает, мы пытаемся как бы думать, ну ладно, массив вот не очень хороший. А что есть, какие есть варианты размещения данных памяти, какие-то еще варианты коллекции, которые бы позволили, ну что у нас самой проблемой является сейчас? Количество сравнений, n квадрат вот этих операций. А что-то где вот поменьше? И вдруг вот кто-то там нам подсказал, или мы сами вспомнили, что в бинарном дереве, который не вырожденный какой-нибудь, да, все время влево, а какое-то такое нормальное бинарное дерево, мы получим, если оно, конечно, никакое попало, да, то, может быть, там будет меньше сравнений. Потому что мы будем идти по, как бы, каким-то ветвям все время влево и лица вправо, но мы не все дерево будем обходить, и это позволит нам уменьшить количество сравнений. И вот тут, да, каким-то образом, читая литературу, знакомясь с какими-то статьями в этой предметной области, мы можем наткнуться на интересную информацию, что есть вариант бинарного дерева, который называется пирамидой. Я сейчас ее нарисую, эту пирамиду, чтобы было более понятно и более, чем какие-то там приводить определения. У меня уже, кстати, даже есть заготовочка. Значит, в пирамиде у нас элементы, они обязательно должны заполнять ее вот по уровням полностью, то есть у нас все уровни заполнены, кроме последнего, до конца полностью нет пропусков элементов. А на последнем уровне, вот у нас, естественно, он может быть незавершенный, но это с точки зрения, это нормально для пирамиды. И еще очень важно, в пирамиде каждый элемент, элемент, который имеет у себя родители, вот каждое значение, которое хранится в этом элементе, оно должно быть меньше либо равно, чем то, что мы имеем в родительском элементе. То есть, если эту пирамиду заполнить какими-то правильными числами, то так как у нас получается, что на втором уровне элементы должны быть меньше или равны тому, что у родителей, то в родителей в пирамиде будет максимум. Ну, что-нибудь напишу здесь скромное, типа там, я не знаю, 41, но, значит, здесь может быть 41 или меньше. И вот если таким образом мы ее, эту пирамиду заполним, то мы здесь получим очень-очень понятный и простой вариант, как это можно отсортировать. Так, что тут у меня 11, здесь пусть будет опять 7, ну ладно, пусть будет минус, хорошо, все, вот она, вот эта пирамида заполнена, кроме последнего уровня, и дочерние элементы меньше либо равны своего родителя. Вы скажете, и как это потом будет сортироваться? А смотрите, в пирамиде подобной мы берем, у нас есть количество элементов n, у нас есть на вершине максимум, и мы выполняем обмен этого на вершине элемента с номером 0 с последним, который n. Вот у нас будет произведен вот такой обмен, вот этот элемент, и минус 7, они будут меняться местами. 41 попадает вот сюда, и больше мы этот элемент не рассматриваем. То есть у нас счетчик, который говорит, какой элемент в пирамиде последний, он уменьшается. Ну, а в рамочку я его обведу, он выбывает из рассмотрения. И следующий элемент последний, который мы должны будем использовать, теперь тройка. Вы скажете, но у нас же минус 7 теперь на вершине, пирамиды-то испорчены. Вот, верно, пирамиды испорчены. И поэтому, для того, чтобы после первого обмена, когда мы максимум поменяли с последним элементом, восстановить пирамиду, приходится выполнять операцию по восстановлению. Для этого то значение, которое у нас вот здесь вот будет на вершине после обмена, а будет здесь у нас минус 7, мы должны это значение, чтобы, помните, в пирамиде у нас должно быть в обязательном порядке, каждый дочерний элемент меньше, либо равны своего родителя. Поэтому мы сравниваем значение вот это, минус 7, смотрим, какой у нас наибольший из двух дочерний, здесь все равно бинарное дерево, поэтому находим наибольший и меняем их местами, семерка переходит сюда вниз, 35 попадает наверх. Обратите внимание, снова максимум у нас наверху, но минус 7 здесь она тоже, как бы вы видите, не на своем месте, потому что у нас есть и другие, но еще ниже уровни, так что продолжаем. То есть находим опять из дочерних элементов максимум, 20 в этот раз будет, и минус 7 еще раз меняем местами, идем именно по максимальной ветке, 20 попадает наверх, минус 7 сюда, и снова минус 7 меняется. Ну и здесь у нас максимум пятерка, значит вот сюда попадет у нас минус 7. Но вот после этой операции восстановления у нас опять пирамида, и мы снова на вершине имеем максимум, который мы меняем с последним элементом после того, как мы уменьшили n, теперь последний элемент у нас будет 3. И туда следующий максимальный элемент попадает, и опять восстановление пирамиды, и снова у нас получается с вами элемент, который на вершине будет не на своем месте. Мы снова делаем восстановление, и вот такими итерациями мы можем добиться упорядоченности. Не, ну красиво. Только возникает пару вопросов. Пару вопросов. Что у нас с эффективностью? А вот как раз здесь n логарифм n, не n квадрат, n логарифм n. Это на уровне многих эффективных алгоритмов пирамидальная сортировка. Она здесь выступает очень и очень серьезно конкурентам другим, с вариантом эффективным. И еще один возникает вопрос. Значит, с эффективностью у нас все хорошо. Другой момент возникает. Простите, а где вы даны в таком виде возьмете? Они что, у вас прям сразу подготовлены в виде пирамиды, что ли? Нет, конечно. Нам дадут какие попало числа, и все. И будьте добры. Ну, допустим, нам дадут числа, вот в варианте, я не знаю, тут внизу напишу где-нибудь. Они же могут поступать откуда-то, откуда-то мы их получаем. Они как попало раскиданы, и никто нам не гарантировал никаких там вот этих вот великих свойств и так далее. Давайте попробуем. Вот у нас есть волшебный график. Заготовочка. Мы будем брать те числа, которые у нас есть, и просто подряд размещать в... Ну, мы же хотим пирамиду получить, поэтому будем заполнять уровни последовательно, чтобы получилась именно хотя бы визуальная пирамида. Отлично, заполняем, не вопрос. Значит, 15 попадет сюда, прямо заполняем по слоям. 7 попадет сюда, дальше пошла 11, потом будет 23 и так далее. То есть, если мы будем четко заполнять каждый слой, и когда у нас закончились числа, допустим, еще там есть двоечка, да? Вот мы заполнили двоечку, а всех этих элементиков уже нет. И вот, да, это пирамида. Ну, нет, это будущая пирамида, потому что здесь соблюдена только геометрия, а вот то, что дочерние должны быть... Ну, вы видите, конечно, это нарушено. 15, ну, ладно, 15 повезло. Вот 23, там двойка ниже. А здесь вот у меня, допустим, ну, ладно, такие числа неудачные взял. Хорошо, вот 14 вместо 4. Все, опять нарушены свойства, что дочерние должны быть меньше родителей. Но вот подобным образом данные поместить в бинарное дерево, которое в будущем должно стать пирамидой, это не требует никакого сложного алгоритма, сложной процедуры. Мы по слоям спокойно заполняем, и дальше остается после заполнения только что сделать? Привести это к пирамиде. И опять здесь достаточно логично все получается. Мы берем последний элемент, последний, у кого есть дочерний. Потому что, обратите внимание, например, да, у девятки нету дочерних, а у кого есть? 23 есть дочерний элемент. Ну, прекрасно. Значит, берем последний элемент, у кого есть дочерний, и проверяем это свойство. Правильно? Неправильно. Но здесь вроде бы все нормально. 23 больше. И переходим к следующему элементу. Так как был у нас, если их пронумеровать по порядку, этот нулевой, первый, второй. У нас был последний, у кого есть дочерний, третий. Значит, переходим ко второму и смотрим, говорим, о, но здесь некорректно. Опять мы находим максимум из дочерних, и максимальный элемент меняем с тем, что в родителе. И когда 11 и 14 мы поменяли местами, в этом узле теперь соблюдены эти необходимые требования для пирамиды. И дальше идем к этому узлу. Что мы получаем дальше? Представим, что здесь минус 7. Опять семерка неудачна. Пусть будет минус 7. Что мы получаем здесь? Ну да, мы должны будем поменять. 23 минус 7. Но обратите внимание, когда мы поменяем, то здесь в третьем узле будет минус 7, и мы должны, если есть ниже дочерний, снова проверить. А может быть, появление минус 7 тут все нарушило. Когда 23-то было, нам подходило. Значит, мы будем еще ниже перемещать минус 7 по этому дереву, пока не будет соблюден вот этот принцип, который нужен пирамиде. Все здесь появляется у нас теперь 23, минус 7 будет в самом низу, и останется только в нулевом элементе разобраться. Ну да, понятно, что 23 перемещается наверх, 15 сюда, и 15, по-моему, здесь как раз больше всех, и на этом все завершится. И вот мы получили пирамиду. Как мы видим, пирамидальная сортировка, она состоит из двух, и алгоритм распадается на две части. Вот наш анализ, который мы с вами провели, кстати, здесь вот написано, да, очень хорошо как раз вот в этот момент, когда мы анализируем, ищем метод решения, пытаемся понять, как нам данные лучше представить. Очень прекрасно работают любые графические средства, способы, каким вы владеете, там, картинками, я рисую не очень, но это все может пригодиться. И разработав, по крайней мере, идею, достаточно убедившись, что это рабочий вариант, мы можем сказать, что здесь есть две четко, вот части, прямо вот однозначно. То есть алгоритм распадается на две части. Мы должны подготовить данные а-ля пирамида, и вторая часть пирамиду мы можем ассортировать, меняя вершину, где максимум, с последним элементом. И все, оно работает. Но что, неплохо? Это пока еще далеко не результат. Но идея рабочая немаловажная. Ладно, продолжим дальше. Идея получили, метод решения. Что-то нашли. Следующий шаг. Математическая модель, обобщение, все это было... Здесь очень может быть много совершенно разных вариантов решения. Потому что, да, действительно, вот я в своей бытности, когда решал задачи, включая там диссертацию, естественно, у нас есть система уравнений. Прекрасно, повезло. Да, математическая модель в виде формулы, системы уравнений, это, в общем-то, просто и понятно. Ну, в том плане, что как этап. То есть, вывел формулу, получил там какую-то задачу, методом там описал конечных элементов, загнал эту систему с этими разными граничными условиями, и можно ее решать. Но вот эта задача, да, в каком-то смысле, то, что мы сейчас нарисовали, ну, какая тут математика, какие тут системы уравнены. Здесь последовательность действий. Однако, здесь тоже можно сделать много чего хорошего. Именно в плане вот второй части обобщения, потому что то, что мы нарисовали на листке бумаги, это может оказаться просто-напросто какой-то частный случай. А если у меня будет больше элементов, если будет меньше элементов, а это будет вообще работать? Вот как это будет работать? И, опять же, мы должны подумать над следующей проблемой. А вы как будете эти данные к ним обращаться? Вот я там поставил нумерацию элементов. Нулевой, первый, второй, третий и так далее. А, простите, это на картинке так легко просто пальцем. Вот этот элемент последний, где есть дочерний, а потом пойдем во второй. Как вы в дереве перейдете от третьего ко второму? Это же дерево. Надо с корня начинать, с вершины. Просто так по дереву мы не можем метаться, куда попало. Поэтому вот какие-то моменты, связанные с обобщением, они тоже здесь могут пригодиться. Мы можем попытаться прикинуть. Вот, например, в нашем случае. Сколько у нас здесь вот в этом, на первом этапе у меня получился элементов? Ну, вроде бы 8, да? Вроде бы 8. Значит, у меня n равно 8. Такая неудачная n, но она все равно равна 8. Что я могу сказать? У какого элемента последнего есть дочерний? Вот оно в общении. Ну, какую-то получить формулу, действительно, хоть маленькую, но формулу. Смотрите, каждый уровень пирамиды, он удвалился. Она же у нас полностью заполнена. То есть у нас вот если есть уровень, два элемента, то снизу 4. Я говорю, отлично. Ну, раз у меня n, это общее число. Давай пополам хотя бы разделим. Я беру и n делю пополам. Получаю, у меня было 8, получаю 4. Ну, четвертый элемент, вижу, что он мне не подходит. Почему это получается, четвертый не подходит? А потому что мы с нуля считали. Ну, как мы же вроде как-то в программировании привыкли. Там первый элемент, нулевой. Поэтому так вот уже и ставим нумерацию 0. А если была бы нумерация 1, 2, 3, то это был бы четвертый. Но с учетом того, что мы там сдвинули и начали считать с нуля, то получается последний элемент, у которого есть дочерний, это n пополам минус 2. Вы скажете, ну, это тебе повезло. У тебя n четное. Ну, ничего страшного. Можем еще сюда добавить один элемент, какой-нибудь там он 8 напишем. И будет у меня их 9. Теперь мысленно представим, что у меня здесь 9. 9 пополам. У нас же целочисленное деление. Мы же потом будем программировать. 9 пополам 4. И минус 1, опять 3. То есть, если вот у этого появился еще один дочерний, а это же бинарный, больше 2 не может быть. Я не знаю, какой 5 напишу. Но опять получается, что последний элемент, у кого есть дочерний, это снова 3. n пополам на 2. И вот мы получили ту самую формулу, то самое обобщение, которое в общем виде нам говорили. Вот так надо считать, и ты будешь точно знать номер элемента, где есть дочерний элемент, последний. Неплохо. Это может пригодиться. Это не может, это точно пригодится. Теперь большая проблема. Все-таки с деревом надо что-то делать. Крайне неудобно, потому что вот обращаться здесь, видите, как получается. Почти все алгоритмы в дереве, в этой пирамиде, они завязаны на что? Я беру элемент, его дочерний, беру элемент, его дочерний, постоянно, одно и то же. А как мне брать вот эти вот элементы, и как искать дочерний в дереве? Неудобно бинарно. А где удобно обращаться к элементу и быстро и эффективно? В массиве удобно. То есть, если на самом деле вспомнить, что мне пришли данные в виде массива. Так, у меня их уже там получается штук 9. Сейчас мы их обратно в массив поместим. Итак, вот они шли в порядке, мы их заполняли. Это был 15. Тут же что-то я менял. Да, нет, я просто минус добавил, чтобы было интереснее. Хорошо. Никаких перестановок мы пока не делаем. Это те исходные данные, которые мы получили. По слоям. Мы заполняли по слоям. Поэтому следующий уровень пойдет. 23, 1, 14, 9. Ну, вот как раз еще два элементика удачно мне хватило. Итак, здесь будет пятерочка. Смотрите. Давайте считать. Это нулевой элемент. Это первый. Второй. Ну, массиве по порядку с нуля. А теперь получается очень интересно. Это родитель 15, а у него два дочерних. Они же подряд идут. Прямо четко. И у них получается, у родителя номер 0, а у дочерних 1, 2. Ну, если в общем виде попытаться сделать, допустим, формула в общем виде, я говорю, ну, пусть номер родителей будет какой-то катый, а дочерний тогда получается К плюс 1, это первый дочерний, и К плюс 2, это второй дочерний. Вот. Ну, такая идея, по крайней мере, из первой пары, из первой тройки. Вот так я получил. Это К, у меня 0, и, соответственно, 1, 2. Я говорю, неплохо, неплохо. Идем дальше. Это у меня 23, это у меня третий элемент, четвертый. Так, где у нас там дочерний? Вот, ну, давайте... До конца уже что-то дойти. Можно и до конца. Формула должна работать для любого К. Но мы должны эту формулу... А почему у меня их 8? А, ну да, их же 9 просто с нуля. Сам запутался. Итак, давайте 23-й брать элемент. Вот у 23-ю какие дочерние элементы? У 23-й. Это 4. 5, 6, 7. Не сбился. 5, 6, 7, 8. Два последних. Вот они, 7, 8. То есть, если взять нашу формулу, которую мы предлагаем, и посчитать, получится 3 плюс 1, явно не дотягивает. Это получается 4-ка, и не то. Это не то. И тут мы видим, вроде как бы, если удвоить К, это 3, а надо получить 7. Ну да, я говорю, подождите, давайте на 2 умножим. И вот так вот мы умножим на 2. То есть, мы берем номер родителя, умножаем на 2, 6 плюс 1, и получаем дочерний. Берем любого родителя, вот, например, второй, умножаем на 2, 5 и 6, да? Смотрите, мы попадаем. Ну и когда нулевой тоже нормально попадает, то что 0 плюс 1 плюс 2, тоже получаем. И выходит, что мы можем, вот оно в общении, вот еще одно в общении, это номера дочерних элементов. И выходит, что можно пирамиду хранить в массиве, где легко вычисляются родители, и по вот этим формулам, дочерние элементы родителей. То есть, мы представлять будем в памяти в виде массива, в котором хранится пирамида, и она легко пересчитывается, из этого массива элементы пирамиды легко определяются. А куда более уж эффективнее, чем массив в плане доступа к элементам? Уже некуда. Это лучший вариант. Да еще экономия памяти какая. И переставлять там элементы мы где будем? В массиве. Значит, никакой дополнительной памяти нам эта пирамидальная сортировка не потребует. Мы в одном массиве приведем все, во-первых, первый шаг в вариант пирамиды, элементы на место расстояния, а потом этот же массив на второй этап перейдет, где мы будем максимум... А где у нас будет максимум? Максимум у нас будет в нулевом элементе. Это первый элемент массива. Мы будем его бросать в конец, потом будем элемент восстанавливать пирамиды и так далее. И мы получим ассортированный. Вот, пожалуйста, что нам дало в данном случае обобщение. Мы смогли найти формулы очень удачные и воспользоваться очень элегантным решением в плане размещения элементов памяти. И это осталось зафиксировать. Потому что вот в таком виде, в котором мы это можем предоставить, после раздумий это будет какой-то там, вот как у меня там, ужасный какой-то эскиз того, как надо действовать. Неплохо было бы это все записать, зафиксировать. Вариантов предлагают много. Всевдокод, блок схемы, еще какие-то варианты вы сможете найти. Все это в огромном количестве существует. В чем плюс подобной фиксации? В виде неких схем формализованных. А в том, что вот, смотрите, мне кажется, это самым важным является. Это может делать не программист. Специалист предметной области. А кто лучше у него понимает, вот что вообще нужно и что можно, и чего нельзя? Специалист предметной области. Он вообще язык программирования, я не знаю, видел в школе, и не программистом является. Причем в любом проекте, ведь язык программирования выбирается, исходя из задач, из проекта. И может быть любой. Даже если ты программист, ты не обязан знать другие языки. Может и программист это построить. Но если программист напишет сразу код, как это можно обсуждать? Вот анализ, последнее слово. Как он будет анализировать с коллегами, со специалистами предметной области, с бизнес-аналитиками, насколько эта схема соответствует правде жизни? По языку, вот если взять, например, то, что я сейчас занимаюсь, скала, функциональное программирование, вот взять функциональный код, вы знаете, далеко не каждый по нему сможет легко и свободно анализировать, что тут происходит. Далеко не каждый. А в виде схемы формализованной, да ради бога. Да и плюс еще документирование, тоже вещь полезна. Когда мы будем фиксировать то, что мы придумали в виде формальной схемы, ведь схема-то не одна уже будет, да, то есть мы изначально думали, что будет один алгоритм, но Виктор спрашивает, в записи будет пока самый важный вопрос. Да, я кнопочку запись нажал, она, вон, горит красненький, все нормально. И, соответственно, когда мы с вами думали вот над тем, как мы это сделаем, видите, у нас единый алгоритм, но он уже развалился на две части. Надо создать пирамиду, а потом ее упорядочить. То есть уже видно, что будет два набора, два набора, два отдельных каких-то вот, две схемы, два алгоритма. И эта польза большая, потому что, вы же понимаете, у нас есть такие моменты, которые связаны с написанием кода, написанием тестов. Если будет в коде дублирование, это само по себе некрасиво и нехорошо, внесение изменений, ну, в общем, про рефакторинг все слышали, не будем туда много времени тратить. А тестировать? Тестировать удобно, функционал конкретный. который решает одну задачу. Сделать пирамиду. О, это понятно. И когда этот алгоритм я написал, он делает пирамиду. Я могу легко написать тесты, которые берут и проверяют. Пирамида, пирамида и так далее. Четко, понятно. Что проверять и как. И вот эти маленькие элементики, если мы единый алгоритм разделяем на части, они могут и в будущем использовать повторно. Может быть, нам пригодится построение пирамиды еще где-нибудь в других задачах. Ну, и сама архитектура, состоящая из модульной, модульной программирования. Это тоже полезно. Кстати, вот интересно. Если мы начнем внимательно, вот это действительно, я прикину, времени на это не хватит. То есть, вот прям детально сделать, вот в виде какой-нибудь блок схемы, вот этот первый этап построения, второй этап сортировки, сортировки, то на самом деле мы увидим, что и там, и там присутствует вот это то, что здесь стрелочками нарисовано, зелеными, а слева красными. Когда мы элемент, вот видите, минус 7, мы его сравним со своими дочерними и говорим, о, ну так нельзя, и он перемещается, и еще перемещается. И здесь, смотрите, тоже минус 7. И перемещается, и снова перемещается. Вот этот, он будет, и на первом, и на втором этапе, вот эта процедура восстановления пирамиги, она будет повторяться. И получается, что это является в данной задаче центральным алгоритмом. Вот эта процедура восстановления пирамиды. Когда мы должны пройти по всем дочерним и убедиться, что, ну, по всем родителям лучше идти и убедиться, что их дочерней меньше. Если нет, меняем местами родителя с наибольшим дочерним. И вот эта процедура восстановления, она и на первом, и на втором одна этажа. Одна этажа. А как это можно увидеть? Ну, здесь по стрелочкам, ну, это догадаться еще нужно. А когда вы напишете блок схему и увидите, что у нее одинаковые куски, вы сразу себе скажете, вот же, повторяется, делай отдельно. И вот эта процедура восстановления, которая здесь является центральной, я и подумал, что именно ее нужно как пример фиксации кода в виде какой-то формализованной схемы, ее нужно показать. Но я ее делать не буду, я ее уже сделал, даже нарисовал. И вот она у меня на слайде, пожалуйста, в виде схемы эта дана. Вот она, восстановление пирамиды. Я для разнообразия воспользовался диаграммами на Сишнейдерман. Кстати, эти диаграммы были приняты как стандарт разработки алгоритмов в Германии в 1985 году. Ребята, которые придумали эти диаграммы, они исходили из следующего положения. Они сказали, зачем было схемы? Вот эти линии все, вот эта паутина линии, откуда они вообще взялись эти линии? А это из-за гоутух. Мы хотим туда пойти, сюда вернуться, оттуда прийти. Это же не модно. В 80-е, когда они начали работать, сейчас я посмотрю. Они придумали это в 73-м году, а в 85-м стало стандартом в Германии. Уже в 70-м было понятно, что это использование гоутуху, это не есть лучший стиль. И поэтому сегодня в языках некоторых вообще нету гоутуху, и не рекомендовано им пользоваться. И мы знаем, что любой алгоритм можно реализовать без гоутуху. Вот они от этого и отталкиваются. Они сказали, не надо нам гоутуху и линии. И они реализовали диаграммы в виде вот таких вложенных элементов. Когда идут прямоугольнички друг за другом, ну, у меня не получилось. Вот он идет парант равно и прямоугольничек. Если после него был такой же прямоугольничек, это просто последовательное действие. В конце есть еще одно последовательное действие. А вот между верхним парант равно и нижним что-то равно парант, вот видите, да, такой интересный получается как бы большой прямоугольник, а в нем вот в углу поменьше прямоугольника. Это цикл с предусловием. Вот это условие, ну, это условие, пока оно истинно, цикл выполняется. Но условие может быть внизу. Вот цикл с постусловием. Сейчас я отвечу, Алексей. А вот то, что мы сейчас здесь видим, вот эти вот линии такие диагональные, это if. То есть, если записать, как мы, допустим, языках программирования привыкли это видеть, это if условие. Если условие истинно, истинно выполняется вот этот блок хода, если условие ложно, ну, здесь ничего не делается. Это обход. А вот идет ниже еще один if, добавляем в данном условии и, соответственно, две веточки. Да, нет. Знаете, как схема вполне к себе понятна. Я, конечно, вот это пока рисовал, тут не очень удобно. Если пользоваться любыми видами, да, формализации, блок схема, диаграммы, то понятно, что нужен софт, который поддерживает вот это рисование, да, то есть, чтобы там были элементики соответственно, чтобы когда ты вдруг захотел добавить между вот этим элементиками прямоугольничек, чтобы была возможность это все сделать автоматизированно. Да, ради бога. Я думаю, вы подобный софт найдете, если будет интересно. Раз уж это было стандартом в Германии, значит, под этот софт уж точно был разработан. Вопрос был такой, а можно ли с готовой программой извлечь алгоритм? Ну, да, это правильно называется обратная разработка. Вопрос очень интересный, и у меня даже был вот курс, если посмотрите, у меня, по-моему, даже он есть, специалист РУ, заходите, набираете мою фамилию, корабли, и у преподавателя, там для него сделана такая небольшая страничка вложенная, там есть страничка с видео, называется. Там, по-моему, что-то у меня был, какой-то семинар, который посвящен был обратной разработке. Дело в том, что некоторые языки программирования легко декомпилируются. То есть вы можете, взяв откомпилированный вариант, декомпилировать, например, это Java, прекрасно декомпилируется C-Sharp, Scala, она тоже джавская платформа, и вот это все легко декомпилируется, вы получите, по сути, исходник. Ну да, восстановить алгоритм по этому можно. А вот язык, который машинный, да, вот машина, ну, более низкого уровня языки C, C++, они ассемблеры можно только получить. Но это будет логику восстановить намного сложнее, потому что при компиляции языков C-Sharp, Java, Scala сохраняются в этом откомпилированном файле сохраняются все метаданные. Посмотрите, мой семинар, он уже там пару лет висит где-то, будет, может быть, интересно. Итак, вот, пожалуйста, вот этот алгоритм, вот этот алгоритм, который здесь зафиксирован, это и есть центральная часть всего, что нужно сделать. Он просто многократно используется для построения пирамиды, он многократно используется, когда мы меняем значение местами, а потом восстанавливаем пирамиды. Все остальное выглядит там буквально в 5 строчек. Что дальше? Последним этапом идет. Последним этапом идет то, что мы не будем обсуждать, потому что у нас создание алгоритмов, а написание кода это уже, ну, по сути, некое, если есть вот эти формальные схемы, то написание кода это уже рутинная задача, которую кодер выполнит без проблем. Правда, здесь тоже есть свои особенности. Каким стилем вы пользуетесь? Вы вначале пишете тест, а потом код тест-драйвен-девелопмент, или вы пишете, ну, скажем так, в классическом варианте, пока, скажем, тест-драйвен-девелопмент вас, может быть, не увлек. По поводу ссылки на запись вебинара, может быть, через наших менеджеров, просто у меня ее нет, ее выкладывают, я, насколько знаю, у нас есть канал на ютубе, что-то специалист ТВ, что ли называется, где-то там все это можно будет найти. Так, ну, что ж, вот мы практически с вами все и посмотрели. Подробнее про алгоритмы у нас есть курс, у него будет продолжение у этого курса, если интересно, заходим, смотрим, это, ну, скажем, это совсем для начала, а вот алгоритм 2, следите за нашим сайтом, когда он появится, это уже будет с математикой, как я говорил, анализ эффективности алгоритмов, это уже будет продолжение, потому что есть азбук, а нужно и можно идти дальше. Еще очень просто полезный, который вот момент, все люди разные, и получается так, что исторически мы пришли к тому, что одной формы обучения недостаточно. У нас их уже, вот я сам был в шоке, ну, правда, тут некоторые вещи мы обычно считали заодно, но вот наши менеджеры так не считают. У нас получается 5 форм обучения. О как! Да, ну, вот в самой классической вы приходите, садитесь в классе, а вот то, что сейчас у нас, это вебинар in class, то есть вы через сеть, да, но есть и открытое обучение, индивидуальное, и очень, в общем, что там только не напридумали, но это, это все появилось не из-за того, что сейчас творится с вирусом, это все было до, просто некоторые вещи стали еще активнее, активнее. На каком языке примеры на курсе? Ага, примеры на курсе вот этом, да, основа решения алгоритмических задач, ни на каком, в том-то и дело, правильный вопрос, спасибо, Алексей, ни на каком, ксевдекод и блок-схемы, только так, мы работаем до этапа написания кода, мы алгоритмы разрабатываем и учимся их делать на этом курсе, ни на каком. и те алгоритмы, которые мы в этом курсе делаем, я всегда говорил со своим слушателем, вот эти алгоритмы вы все записали, либо блок-схемы у нас, либо блок-схемы плюс псевдокод на выходе. Вот будете потом изучать любой язык, в каком направлении бы вы ни пошли, берите наши вот эти алгоритмы и по ним пробуйте написать код. И будете изучать другой язык, какая разница, снова берите и снова пытайтесь писать по этим же блок-схемам, но на другом языке. Это будет очень и очень для вас полезно. Ну что ж, все, что мы хотели, мы здесь разобрали, наши координаты у вас есть, если есть вопросы, я в чате, пожалуйста, задавайте, все, что я мог, я ответил. Всем за участие спасибо, огромное и вам успехов. На этом мы завершаем и прощаемся. Да, всем огромное спасибо. Очень было приятно. Все у нас прошло очень энергично. и прощаемся. Спасибо. 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 Продолжение следует...